ДИСКЛЕЙМЕР 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 То, что Сергею повезло в поединке с Геннадием Головкиным и он там заработал довольно-таки приличные как для него деньги, это, конечно же, скорее исключение, нежели, в общем, правило. Поэтому Диметрио Сандрейт прекрасно понимает, что, в общем, деньги, большие деньги он может заработать только в противостоянии для чемпиона мира по версии WBC Жармалом Чарло, либо чемпиона мира по версии WBC Суперриота Мурата. Ну, а поскольку там с Геннадием Головкиным, чемпионом мира по версии IBF, драться не имеет смысла, поскольку на сентябрь Головкина и Сауля Альвареса просто обязало руководство ДАЗОН, которые платят и Саулю, и Головкину деньги провести третий поединок. Хотят они того, не хотят, никто их не спрашивает. Скорее всего, если, в общем, ситуация с пандемией коронавируса не изменится, то 16-го где-то сентября, точнее, к этой дате Геннадий и Сауль проведут третий поединок, День независимости Мексики должен и в мире бокса пройти, в общем, довольно-таки торжественно. Что касается Жермала Чарло, он является, ну, грубо говоря, несмотря там на все заявления, что они с Жермалом Чарло, с братом своим чемпионом в первом среднем весе, там, основали свою промоутерскую компанию, это все полная фигня. Компания эта не очень состоятельная, они оба находятся не только на контракте, но и на поводке у Элла Хеймана, а значит, платформой премьер боксинг чемпионшип, точно так же, как и Риота Мурата. В Штатах он полностью принадлежит Бобу Арму, и получается, чтобы этот поединок состоялся, я имею в виду, там, допустим, Деметриус Андрейт Чарло, либо Деметриус Андрейт Мурата, Эдди Хирму, ничего не остается, как идти и разговаривать. С Эллом Хейманом разговаривать вообще проблематично, поскольку, где проводить этот поединок на премьер боксинг чемпионшип, обидится Дозон, проводить на Дозоне обидится чемпионшип, ну, то есть, знаете, как в анекдоте, маленькая грудь, прыщи мальчики не любят, замкнутый круг. Подобная ситуация и с Бобом Арумом, но с Бобом Арумом разговаривать проще. Самое главное, это проблема тех денег, которые Эдди Хирм может предложить Бобу Аруму. И здесь, собственно говоря, ситуация, ну, скажем так, 50 на 50. Риота Мурата не прочь провести поединок против Деметриус Андрейт. Вопрос только в количестве денег, которые Эдди Хирм будет готов заплатить за этот поединок. Но, опять же, Эдди Хирм в связи с этой пандемией, с невыполнением обязательств перед Дозон, в общем, как там просить еще денег, ну, не очень коммерфу. Ну, поэтому единственный человек, который сейчас не имеет промоутера, только один менеджер у Сергея остался, Конноли, проще с Сергеем Деревянченко, он, к ним можно договориться. И договориться за вполне вменяемые деньги. Поэтому, как бы Сергей там не говорил, что вот я такой значимый, ситуация немножко в другом. Просто Сергей Деревянченко это, ну, самое, точнее, наименее проблематичный выход из всех других, которые только могут существовать. Ну, и теперь, если вот рассуждать, каким может быть поединок Деметриус Андрейт, Сергей Деревянченко, понятное дело, что здесь как бы углубляться там в стилях, нужно немножко больше анализа. Но я уверен, что при всем уважении к Сергею Деревянченко, я очень желаю ему победы, но Деметриус Андрейта ему не победить, не переиграть и не перестучать. Я уверен, что Деметриус Андрейт победит в этом поединке. Не знаю, как победить досрочно или нет, но победить единодушным решением судей ему вполне по силам. Вот, собственно говоря, вот такой вот видосик, записанный в ожидании того, когда, в общем, приедет наш оператор. И мы будем снимать очередные сюжеты в мире бокса для телеканала Спорт Балтик-1. Ну, а затем будем начитывать архивные поединки. Заходите на YouTube-канал The Green Show, подписывайтесь, ставьте свои лайки, комментарии, делитесь нашими видео, ищите на социальных сетях и пабликах. Ну и помните, где бы вы ни были, и что бы с вами ни случилось, будьте здоровы, берегите себя, своих родных и близких, и все будет в бокс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!